МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что он делает на славянских просторах? Ну, собственно, наверное, разумнее было бы задавать этот вопрос непосредственно моему отцу, которого также зовут Хуга Эриксон, который в 90-е годы, работая норвежским журналистом в газете «Морген Бладен», если я не ошибаюсь, приехал писать репортаж о диссидентах, кажется, в Москву, где познакомился с моей мамой, тоже журналисткой в то время, и задержался в России. А уже чуть позже на свет появился и я. Я уже понимаю, что русский – ваш родной язык? Да-да-да. А на родине он сам? Я не могу сказать, что я позиционирую Россию как свою родину, хотя фактически так оно и является. А Норвегия вам близка? Оказывается, в Норвегии спустя два дня примерно меня охватывает страшное уныние, потому что человеку, развращенному московскими ритвами, очень сложно влиться в это мерное течение времени. В таком случае, как вам Могилев? Как раз-таки, вот как человеку, развращенного московским темпоритмом. Могу ошибаться, но у меня ощущение какой-то странной смеси какого-то постсоветского пространства с только зарождающимся капитализмом, когда… если вы понимаете, о чем я говорю. Понимаю, о чем вы говорите, но насколько вам это странно? И не комфортно? Интересно? Это удивительно. А меня интересует всякий опыт, который расширяет мое понимание, собственно, этого мира. И он не обязательно должен быть исключительно радостным, он может быть выбивающим, как-то дезориентирующим. И я люблю, когда ожидания разрушаются. Ну тогда вот вопрос как раз о вашей постановке. Вы привезли Сартра за закрытыми дверями. А что за закрытыми дверями? Это просто комнаты, в которой оказывается трение знакомых человека. И сначала не понимая, откуда потенциально может исходить опасность, постепенно они приходят к осознанию того, что присутствие друг друга достаточно для того, чтобы превратить это пребывание в комнате в вечный ад. То есть мы часто в жизни, как вы думаете, создаем друг другу ад? Я думаю, что да. Это учит быть другими вообще? Относиться друг к другу по-другому в жизни? На самом деле это очень сложный вопрос, потому что легко строить из себя мудреца. Но на практике я сам ощущал, причем спектаклю год. А я даже в неком контексте репетиции вспомнил буквально месяц назад, когда определенный этот человек превращал для меня жизнь в ад. И, видимо, это было довольно взаимно. Это здорово, что вы поняли, что это взаимно. Но мне кажется, кризис коммуникации, я так это для себя определил, мне кажется, ад порождает кризис коммуникации. И если говорить о неком месседже, спектакле, то, мне кажется, я подвешиваю вопрос о том, какими методами мы можем преодолевать этот кризис. Мы должны преодолевать, как преодолевать, для того, чтобы самим стать другими, наверное, и людям вокруг нас будет тогда комфортно в любом случае. Не будет ад. К сожалению, ответ лежит в той плоскости, что для того, чтобы выйти из ада, нужно измениться самому. Убить дракона в себе, наверное. Убить дракона в себе в первый раз. Да? Ну, хорошо, тогда я вам расскажу, где это прочесть. А это не Шварц? Шварц, Шварц. Как раз таки все верно. Это Шварц, да. Скажите, вы ведь очень молодой человек. Почему вы берете за такую мрачную философию? Сегодня ведь в мире очень популярно что-то легкое, веселое, посмотрел, побежал, забыл. Вы знаете, когда я делал этот спектакль, я делал его как бы намеренно отрешенным от реальности. Потому что столько было разговоров о том, как что-то соотносится с сегодняшним днем в театре, что мне захотелось наоборот отсечь этот сегодняшний день, чтобы люди пришли, отстранились от своих жизней и погрузились в некую, скажем так, философскую медитацию. И в этом была задача. Что для вас счастье? Счастье? Я бы задавал себе этот вопрос, я понял, что как бы тотальный образ счастья – это я десятилетний иду, собираю землянику в огороде, а потом ем ее с холодным молоком. Я не понимаю, почему из череды огромного количества вот этих детских вспоминаний, почему это осталось? Это не был какой-то особый день. Речь только шла о том, что наши соседи где-то уезжали, они сказали, придите, соберите у нас землянику, чтобы она не пропала. И я ходил ее, собирал, ел ее с молоком. И вот, наверное, я ощутил тогда какую-то гармонию и безмятежность. И если говорить о том, к чему я стремлюсь сейчас, наверное, для меня счастье тоже не в первую очередь выброс адреналина некий. У меня много вопросов к самому себе и много противоречий внутри, поэтому то, к чему я стремлюсь, даже, наверное, не к счастью, а к гармонии. Я желаю вам гармонии и благодарю вас за интервью. Спасибо вам.